Мы начинаем наш урок Торы. Сегодня у нас 48 урок. Секундочку, что-то не включается. 48 урок у нас сейчас. И начнем мы тогда, получается, в Телеграме. Хорошо, Алина, Агния, надеюсь, что у вас есть вход в Телеграм-канал ВАИКРА, потому что урок сейчас будет именно там. Все, кто в Фейсбуке смотрели, у вас сейчас как раз возможность зайти в Телеграм и посмотреть там. Хорошо? Всех день и жива, Алина, Агния, урок будет в Телеграме. Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. И кто может, поделитесь, пожалуйста, трансляцией в Фейсбук. Да, поделитесь трансляцией в Фейсбук. Секундочку, почему я себя не вижу. Копировать ссылку, все понятно. А как же мне себя увидеть? Вот, передняя камера. Все, вот, все, я себя вижу. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. У нас будет сегодня в Ютьюбе трансляция и в Телеграме. А в Фейсбуке не будет трансляции. То есть, может быть, сейчас кто-то поделится ссылочкой с трансляцией в Телеграме и Фейсбук. И тогда в Фейсбуке тоже будет, люди из Фейсбука смогут заходить. Но по-простому будет вот сейчас так. Ютьюб и Телеграм. Хорошо? Все. И у нас сегодня 48 урок. Спасибо Всевышнему, что у нас есть Ютьюб. Спасибо, что есть Телеграм. А Фейсбук сегодня у нас нет. Тоже за это спасибо. И как раз мы сегодня узнаем, как надо молиться. Как раз нам сегодня Равшу Ламарош дает детали. Он очень... Вы знаете, вот эта книга «Сад благодарности», она больше объясняет суть метода с разных сторон. Он с разных сторон объясняет. Вот мы уже 49... 48 уроков. Да у нас сегодня 48 урок. Помните, понятно. И так, значит, смотрите, пишет он так. То есть, суть страданий, и эту идею надо понять и поверить в неё. Мы можем верить или не верить. То есть, никто не знает на самом деле, как работает духовный мир. Никто. И если человек верит, что он не работает, что его нет, это его вера. Если человек верит, что он работает, это его вера. Если он верит, что работает как карма, это вера. Если он верит, что работает как молитва, да, просишь и получаешь вера. Верит, что работает как визуализация, там, Джо Диспенза или трансерфинг реальности. Всё вопрос веры. Все люди верующие. А когда речь заходит о духовном мире, который нельзя ни пощупать, он не воспринимается органами чувств, поэтому он называется духовный, то это всё вопросы веры. Как вера в то, что он есть, так и вера в то, что его нет. Не отличается человек, верующий в Бога, от человека, верующего в атеизм. Оба верующие, оба такие. Есть фанатики религиозные, есть фанатики антирелигиозные. То есть, нет, вот этот человек, который сидит такой, ну вот, типа, я такой современный, докажи мне, что есть Бог. А ты ему спросишь, а ты докажи, что нет. Ты такой, какой ты современный. Такие, как ты, были обезьяны, такие же, как ты, да, собаки, такие же, как ты. Не могут они доказать, что нет Бога, или есть Бог. Вот ты такой же, докажи. Хорошо. Теперь, значит, всё это вопросы веры. И вот нам, Равшу Ломарош, предлагает такой тип веры, который человека заводит в рай, уже в этом мире. То есть, если вы это верите, так выстроить свои взаимоотношения со Всевышним, то ты попадаешь в рай в этом мире. Он говорит, очень важным принципиальным моментом такой веры является то, что вера в то, что беда послана во благо, чтобы пробудить к умножению молитв и приближению к Всевышнему. И затем, если ты с помощью беды сумел это сделать, то она тебе принесёт множество чудес, прекрасных даров. Он говорит, что когда приходит эта беда, если ты в это поверил и осознал, что она должна привести тебя к Всевышнему, а потом принести множество даров, тогда ты наполняешься радостью, и тогда ты можешь молиться об избавлении от беды и искать, что нужно исправить, какое сообщение передаёт тебе Творец. То есть, вот алгоритм и порядок очень чётко выстроен. Вначале понимание и вера, что беда и страдания нужны для того, чтобы пробудиться к связи со Всевышним, чтобы потом получить множество даров. И тогда можно радоваться. И вот он рассказывает конкретный пример. На конкретном примере приходит к нему один человек и рассказал, что ему трудно вставать по утрам. Не важно, что он делает, сколько будильников ставит около кровати, как его трясёт жена, ничего не помогает. Он всё спит и спит. А просыпается к полудню и впадает в ужасное уныние. Весь день начинается с левой ноги. Ничего не успевает, и это страшная напасть. Я так думаю, что он ещё и бухает. Тут не написано, но мне кажется, что в этой ситуации ему остаётся только напиться. Ну, уже всё, всё проспал, настроение плохое, всё, надо выпить. И жена не может это терпеть уже. Она, значит, уходит утром на работу, а он храпит лежит. Она угрожает разводом. И он не знает, что делать. Он пришёл к Равшаламарушу советоваться, что ему делать в такой ситуации. Равшаламаруш ему говорит, смотри ему, говорит. А, и он свой вопрос, он ещё его усиливает, этот человек, который спит. по утрам, да? Он говорит, что, вот я вашу книгу читал, что радоваться мне этому? Меня со всех сторон одни удары. Жена ругается и угрожает. Всевышнего он гневает тем, что мучает жену и не молится вовремя. Надо молиться в первых три часа, надо успеть сказать, что Маэстрель первые три часа после восхода солнца. И он спрашивает, вопрос такой, разве с его стороны не будет просто безответственностью радоваться такому бедствию. То есть, он не просто не понимает, как радоваться, он считает, что в этой ситуации в его радоваться нельзя. Это безответственно. Значит, я ему сказал, говорит Равшаламаруш, если ты используешь эту беду, чтобы начать молиться глубоко и подолгу, и посвятишь хотя бы полчаса в день молитве Творцу о помощи для утреннего пробуждения, тогда в этом нет никакой безответственности. Разумеется, тебе следует пребывать в радости, это не безответственность, поскольку ты делаешь все, что можешь, а Всевышний не пиранит свои творения. У тебя нет никакого другого средства, кроме молитвы. Ты же уже все попробовал, попробовал. Если бы ты мог сам вставать, так уже бы ты вставал. Ты не можешь. Ты стараешься, стараешься, не получается, не получается. У тебя осталось только средство радоваться. То есть, когда человеку дают горькую таблетку или какую-то дают ему процедуру очень болезненную, он хочет выздороветь, он на это пойдет, пойдет. А сейчас ему говорят, процедура другая, надо радоваться. Что здесь непонятного? Это процедура. Теперь он ему говорит, у тебя сейчас никакого средства не осталось, кроме молитвы. Что ты можешь сделать? Съесть себя поедом, впасть в депрессию. Разве это решит твою проблему? Наоборот, он говорит, знаешь, что пока ты не будешь радоваться своему недостатку, тебе не удастся от него избавиться. Поэтому первым делом возрадуйся, что Всевышний дал тебе этот недостаток, поскольку таким образом ты пробуждаешься к молитве и раскаянию. А нет на свете ничего лучше, чем молитва и раскаяния. И после того, как ты почувствуешь радость за то, что он тебя пробудил к молитве и раскаянию, вот тем, что ты не просыпаешься, после этого, после этого, ты можешь попросить, чтобы Всевышний помог тебе просыпаться пораньше. Тогда ты обязательно не только избавишься от недостатка, но и получишь вдобавок великие дары. Приблизишься ко Всевышнему, а до тех пор, когда ты начнешь уже этот процесс, ты не будешь испытывать никаких страданий. Уже хорошо, то есть, оставшуюся часть дня, ты хотя бы будешь веселый, будешь жену веселить, это же тоже, она заходит с работы, что опять спал, он дорогая, ты такая симпатичная, когда кричишь, вообще, я тебя так люблю, вообще, и он веселый, радостный, да, уже он может как бы компенсировать то, что он спал полдня, хотя бы своим радостным настроением. А если она приходит, а он еще такой унылый, смурной, то это плохо. Теперь вот здесь, он между строчек нам открывает то, что мне до этого момента было непонятно. И вот тут, слава Богу, вот что сегодня мы нашли вот этот вот момент, он здесь говорит конкретно алгоритм, как надо делать, как надо делать. И вот с этим алгоритмом становится более понятно технологически, что нужно сделать. когда человек приходит на вот эту уединенную молитву. Уединенная молитва это такая форма служения, когда ты выходишь на природу, в лес, в поле, лучше всего на природу, куда-нибудь на природу, где ты соединяешься со Всевышним через его творение, через природу. Это и уединенная молитва. И вначале нужно поблагодарить Всевышнего за благо, которое у тебя есть. Вот, вот этого не хватало. Вот, допустим, у человека есть какая-то большая проблема. Вот он там не может встать утром, не может болеть, там у него лишний вес, нет работы, нет денег, он со всеми попереругался, со всеми у него плохие отношения, жена от него уходит, там с детьми он не общается. И вот он выходит такой на природу. И вначале нужно за что-то поблагодарить. Поблагодарить за те блага, которые у него есть. У любого человека есть какие-то блага. И вот с этого все начинается. Вот он говорит, вот Всевышний, спасибо тебе, что я могу видеть. Есть у меня глаза, я не слепой. Есть люди слепые, а я не слепой, хорошо вижу. Он может, причем, его видеть вообще без очков. У него может быть везде проблемы, а зрение как у орла, например, да, зоркий такой. и надо за это похвалить. То есть надо сказать, Всевышний, а зрение это у меня, как у орла. Спасибо тебе за зрение. Дальше. Он, допустим, у него лишний вес, да, но руки красивые. Спасибо тебе за руки красивые, пальцы красивые, ногти вообще ровные, не болят, без заусинец. Спасибо тебе. То есть начинаешь благодарить за благо, которое есть. Да, у меня работы нет, денег нет, но есть у меня где жить, где спать, и вода горячая есть, и свет у меня есть. Да, у меня лишнего веса 20 килограмм, но у меня есть еда в холодильнике, вкусное варенье, вкусная сгущенка, вкусные есть у меня хлебушек, да, сахар, чай прекрасный, да, огурцы соленые. Огурцы соленые в Израиле, в Израиле стоят, ну не знаю там, вообще очень дешевые огурцы соленые, прямо, ну там, 10 шетелей банка, 10 шетелей это 2,5 доллара банка, вообще очень дешево по израильским меркам. Теперь дальше, вначале нужно благодарить за благо, которое есть, и вот ты благодаришь, благодаришь за все, что у тебя есть хорошего. Это просто, у любого человека есть что-то хорошее, потом ты начинаешь благодарить за моменты, причиняющие боли и отчаяния, напряжение и слабость. Все, что заставляет его не любить самого себя, свою жизнь. И нужно поблагодарить за все это. То есть, вначале ты благодаришь за то, что легко благодарить, за хорошее. Потом ты благодаришь за моменты боли, за то, что тебе как раз сейчас болит. Почему это нужно сделать? Потому что без этого ты как будто бы не веришь во Всевышнего. Потому что это и есть акт веры во Всевышнего, что ты понимаешь, что все от него, и плюс, и минус, и тета, и это. Ты можешь в минусе не видеть плюса, но это все от Всевышнего, который плюс. Это как акт веры. И он говорит так, что исправлением всей этой тьмы будет как раз благодарность за нее. Вот это и есть самая вот самая такая здесь, как сказать, точка вот этого приложения, рычаг в этой всей процедуре. То есть, как раз настоящая благодарность и будет исправлением. Именно благодарность позволяет достичь веры, что все происходившее до сих пор от Всевышнего и к твоему благу. И, значит, после того, как ты удостоился этого понимания, надо о нем молиться, чтобы ты это понял, благодарить и восхвалять Всевышнего за все недостатки, трудности, проблемы и беды, и лишь после этого двигаться дальше, совершать раскаяние и просить Всевышнего приблизить его. В его сердце должно быть запечатлено на втором шаге. Я хочу жить с верой, что все к лучшему в мире нет зла. И прежде, чем говорится Всевышним о чем-то будущем, следует в него верить. И лишь поверишь, что все к лучшему, человек успокаивается в любой беде. А тогда он, значит, поняли, он вначале ты наполняешься благодарностью за все хорошее. Потом ты на этой вне благодарности ты молишься и просишь, а веришь, что все, что происходит болевое, плохое, что все к лучшему, что Всевышний хочет тебе только добра, и ты наполняешься этой верой. И благодарение вот это, это ключ к правильной уединенной молитве. А потом, когда ты успокоился, когда ты уже наполнился радостью, потом начинается раскаяние или просьба. просьба научи меня, покажи мне путь, покажи мне, что мне сделать. То есть и в этом состоянии тебе, оп, приходит как подарок спасения. Дальше он объясняет, что это не он сам придумал, что это его учитель Рабин Ахман так говорил. И приводит его слова. Главный принцип, что нужно все время всеми силами укрепляться, чтобы всегда пребывать в радости. Ведь природа человека тянет его в черную меланхолию и уныния из-за ударов и превратности времени. Каждый человек полон страданий. Теперь весь вопрос, на чем сфокусировано твое внимание. И он говорит такую вещь, что если ты с помощью усилий, прям конкретных усилий, поэтому он должен заставить себя мощным усилием всегда пребывать в радости, радовать себя как может. Даже пустыми шутками можно себя радовать. Потому что если у тебя разбитое сердце, и значит ты начинаешь из-за проблем впадать в депрессию, то лучше не будет. То есть гораздо ближе дойти от разбитого сердца к черной меланхолии. И эта черная меланхолия, она уничтожает человека. То есть приходит человек к врачу и говорит доктор, у меня говорит я от проблем я даже посидел. Седым стал. А тот ему говорит а что тебя больше всего волнует? Он говорит больше всего меня волнует и тревожит что я сидею. То есть человек попадает в это кольцо негатива, который сам же негатив является бах, у него был негатив маленький. Он из маленького негатива вошел в депрессию, в какую-то поругался со всеми, еще вошел хуже. Вошел он хуже, у него упал иммунитет, он еще заболел, он заболел, он нашел еще в большую депрессию, в большей депрессии потерял работу. Конечно, тут он уже вошел в депрессию окончательную, да, все. Он говорит, надо остановить срочно вот этот вот падение, да, наоборот, то есть нужно всеми силами стремиться войти в плюс. Как войти в плюс? И да, схема, еще раз вернемся к ней. Вначале благодарить за хорошее, да, то есть ты уходишь на природу и начинаешь дневник благодарности. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь, спасибо за там глаза, спасибо за брови, спасибо за ресницы, спасибо за уши, спасибо за зубы, спасибо за пальцы, спасибо за нос, спасибо... Это не само собой разумеется. Есть люди, у которых нет ни носа, ни глаз, ни ресниц, ни бровей. Поэтому не надо считать, что вам кто-то обязан. Это подарок, за который тоже нужно благодарить Всевышнего. Потом поблагодарили за все, что есть. Потом благодаришь, а плохо, есть же плохо, есть. Спасибо тебе, Всевышний. Ты меня именно вот этим плохим сейчас пробудил, что я сейчас начинаю тебе молиться. Я верю, что все к лучшему. Я верю, что впереди только будет свет, радость и любовь. Все, я в это верю, что ты меня пробудил. Я так молюсь, как никогда не молился. Я помню, когда у меня я стал религиозным. Я реально рыдал, плакал. Тут жена умирает. Тут у меня все арестовали, все мои там бизнесы, склады, все арестовали. Там бандиты, там милиция, там те. Там, значит, вообще все рушится. Тут жена в реанимации. Я вообще не понимаю, что мне делать. Я ночами не сплю. Все. Я начинаю молиться Всевышнему. Все, я считаю, это самый счастливый момент в моей жизни, что я попал в ту яму, в которой я пробудился к служению Всевышнему. И это выстроило всю мою следующую жизнь. Вот так вот. Это был у нас 48-й урок. Он нам объяснил технологию и объяснил важность этого. То есть по-любому другого пути нет. Если человеку плохо, то если он еще будет из-за этого страдать, так ему станет еще хуже. То есть все. А спасения не будет. Поэтому если тебе плохо, то тебе нужно сделать так, чтобы начать благодарить за хорошее, потом благодарить за плохое, потом молиться Всевышнему, чтобы он тебе помог понять, что тебе делать и за что это тебе пришло исправить корень. Ведь любая проблема, она базируется на каком-то корне, в которой это системная какая-то ошибка. Если ты благодаря этой проблеме нашел этот системный корень этой ошибки и исправил его в себе, то ты счастлив всю жизнь, и именно эта проблема ты за нее должен благодарить. Хорошо. Это мы разобрались сегодня, что делать. В конкретный алгоритм. И теперь у нас есть 48-й урок в книге Раби Зелега-Плискина. И он вообще не подходит тому, что мы сегодня учили. Вообще не подходит. Он вообще... Иногда бывает они прям как будто бы вместе сочетаются, а иногда не подходит. Но, возможно, кому-то это к лучшему, что ему именно это надо было сегодня услышать. Хотя сейчас я понял. Вот сейчас вы знаете. От радости я понял связь между ними. Это была неочевидная связь. Но сейчас у меня как-то в голове оно соединилось. Есть связь. Значит, называется сегодняшний урок так. How do I teach my children to be grateful? Как могу я научить своих детей быть благодарными? Как? Казалось бы, мы учили, что в плохой ситуации нужно идти на природу, благодарить за хорошее, благодарить за плохое, и потом просить, чтобы свершний открыл глаза. А тут вопрос про детей. Вроде нет связи. Он отвечает на этот вопрос так. Be role models of gratitude yourself. Самое лучшее средство для обучения детей – это быть ролевой моделью благодарности. Значит, сделай так, чтобы твои дети часто слышали, как ты благодарен Богу за все хорошее, что он дает вам в вашей жизни. Прямо вслух благодарить. Спасибо Всевышнему, что у меня такие дети прекрасные. Спасибо Всевышнему, что есть где жить. Спасибо Всевышнему, что там сегодня проснулись. Спасибо Всевышнему за чай, за кофе, за глаза, за брови, за ресницы. То есть, благодари Бога. Дальше. Сделай так, чтобы твои дети часто слышали, как ты благодарен своим родителям за то, что они сделали для тебя и то, чему они научили тебя. То есть, прямо можно говорить, как меня мой папа научил, кто рано встает, тому Бог дает. Как меня мой папа научил, значит, спасибо ему за то, что он меня научил, значит, работать. И так далее. То есть, можно благодарить своих родителей за, о, вот я сейчас вам сделаю бутербродик, как меня мама учила, мама меня, спасибо ей, как она меня в детстве была тяжело, она меня, как делала мне бутербродить, вот я сейчас вам такой же бутербродик сделаю. Спасибо моей маме. Дайте твоим детям, своим детям часто слышать, как ты благодаришь друзей, родственников, соседей за те вещи, которые они делают для тебя и делали давно. То есть, тоже это можно, это очень прекрасный пример. И вот тут очень важная следующая вещь. Сделай так, чтобы твои дети часто слышали, как ты благодарен им за те позитивные вещи, которые они делают. То есть, о, доченька, пришла со школы, молодец, вещи поставила на место, такая ты умничка, в школе отучилась целый день, ты такая молодец, там, 8 часов учебы, это серьезная тема. И, то есть, давайте вот эти вот примеры своим детям. Значит, можно добавлять, он здесь пишет, добавляет так, question, какой-то такой вот вопрос такой, да? Например, о, это так было прекрасно, что этот человек, он предложил свою помощь донести тяжелую сумку. Правда ведь? То есть, отмечая вот этим вот, правда ведь? Вот на ты, ну, не так ли это на английском? Ну, мне кажется, какой-то надо подобрать вот такой вопросик. Ведь так, так ведь? Или ведь так, так ведь? Ну, вот что-то такое, что ты говоришь, и как бы его спрашивают, ну, это видно для маленьких детей, чтобы он сакцентировать его внимание на этом. А теперь связь. Связь между тем, что мы учили, и тем, что этой главой. Он рассказывает пример. Он говорит, был один человек, которого критиковали за то, что у него недостаточно благодарности. Ну, все говорили, вот неблагодарный такой человек, да? А он защищался. Он говорил так. У меня не хватает благодарности, потому что мои родители никогда не научили меня быть благодарным. Так он говорил. Однажды его спросил, другой человек, а сколько тебе лет сейчас? Он говорит, мне уже более сорока. Right now, прямо сейчас я собираюсь научить тебя быть благодарным. Когда кто-то делает для тебя что-то хорошее, помогает тебе, то нужно чувствовать и выражать благодарность тому человеку, который сделал тебе добро. И надо сказать тому человеку, я благодарен тебе за то, что ты сделал для меня. Вот все говорит, я тебя научил благодарности. С этого момента, значит, ты не можешь уже защищать себя тем, что обвиняешь своих родителей, что они тебя не научили. Все. Благодарность – это очень просто. Ты понял же? Тебе делают добро, кто-то что-то сделал для тебя хорошее. Скажи, я благодарен тебе за то, что ты сделал мне это добро. Все. И ты не можешь своих родителей обвинять, что они тебя не научили. Теперь, дальше, он ему говорит, этому человеку, что ты себя как бы гипнотизировал вот этой фразой, что меня не научили, меня не научили, меня не научили, и ты верил в эту фразу из-за того, что ты ее повторял очень часто. Но после нашей с тобой беседы, теперь, если ты поймаешь себя на том, что ты скажешь, что меня не научили быть благодарным, ты вспомнишь, что я тебя научил, все, ты уже научился быть благодарным. Of course, ответил он, конечно, я знаю, что вы правы, ответил он. Я полагаю, я должен быть более ответственный за паттерны моего поведения, за алгоритмы моего поведения. Я благодарен тебе за то, что ты мне указал на это. Вижу я, что ты уже применяешь благодарность в практику. То есть, благодарность это привычка, это привычка мышления, это привычка поведения, и создавая эту привычку, многократно, ежедневно, благодаря Всевышнего, людей, детей, всех, мы реально выстраиваем абсолютно новую внутреннюю жизнь. И, как следствие, происходят изменения во внешнем мире, потому что внешний мир, он отражает мир внутренний. И когда человек становится благодарный, то все в его жизни меняется. Внутри, это как внутренний свет, и, значит, он распространяется наружу, и вся жизнь меняется. Поэтому спасибо вам, дорогие друзья, что вы приходите на наши уроки благодарности. Спасибо вам, что вы делитесь этими уроками, спасибо вам, что вы поддерживаете эти уроки, и что вы распространяете эти уроки. И спасибо вам огромное за то, что вы становитесь благодарны Всевышнему, благодарны себе, благодарны нам, благодарны всем окружающим людям. И вот этот вот свет благодарности, он осветит, как маленькая свеча может осветить целую комнату тьмы. Также наше уроки благодарности, мне кажется, что вот все, что сейчас происходит, отпускают заложников. Значит, все-все позитивные изменения в мире, которые сейчас происходят, это из-за того, что мы с вами вот благодарны, изучаем благодарность. И я уверен, что дальше, если мы будем сильно много благодарить, хотя бы в 10 раз мы увеличим благодарность, то вообще полностью в мире наступит рай, и придет Машеах, и все будет великолепно. И в заслугу благодарности, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и помог вам исправить все свои недостатки, вам, нам, мне. И восполнить все, чего не хватает каждому из нас, и, естественно, чтобы наступил мир. Нам всем не хватает мира, прочного, настоящего, такого спокойного мира, в котором люди будут заниматься благодарением. Потому что тут очень интересная вещь. Злодеи, они самые несчастные люди, все время чего-то сильно не хватает. И вот они вот прям такие, эти злодеи, все не хватает, они пытаются любыми путями беззаконными восполнить свой недостаток, вместо того, чтобы начать благодарить, радоваться и быть счастливыми. Все, удачи всем и успехов, до завтра. Счастливо, спасибо.